В нашем случае вальмовая четырехскатная кровля этой трубы, а нет. Из недорогих верес. Мангальный комплекс делаем. Это будет хлебная печь, это будет... Немножко так творил. Вальма выходила под 45 градусов. Так. Запилы каждой стропилины. Тяжелая, да? Наверное, вы думали, что... В качестве декоративной обрешетки кровля уже готова. Очень жалко. Так, продолжаю расчет. Вот наша беседочка в таком состоянии. И сейчас мы, естественно, готовимся к монтажу крыши. Привезли из строганной доски 50 на 150. И сейчас мы ее красим в два слоя. Вот эта с опалубки доска пойдет на маурлат на обвязку и на вальмовые. А эти доски новые, строганные, пойдут на стропила. Красим два раза. Сейчас покажу краску, которую красим. Так. Краску я выбрал пропитку из недорогих. Верес и такой темный цвет, вот видите, палисандр. Но, не знаю, два слоя красим. Должно быть такой насыщенный коричневый. Ну, как бы, придется еще третий красить, я чувствую. Хотя вот марка России. Вот сейчас мы вот так. Это вот покрыто один слой. Вот потемнее будет два. В качестве декоративной обрешетки буду использовать имитацию бруса. Двадцать восьмую. Здесь почти три сантиметра толщина. И, как бы, она будет перевернута вниз лицевой стороной. Тоже мы покрасим какой-то таким светлым цветом древесным. То есть, на контрасте. Стропила темно-коричневая. А сплошная обрешетка из имитации бруса будет такая светленькая. Так. Теперь вам расскажу, как мы будем крепить. Значит, наверное, вы думали, что связующий брус Маурлад будет сверху железных конструкций этой трубы. А нет. Так как место у меня позволяет с обоих сторон. Я, получается, две доски вместе 50 на 150 буду ставить на кирпич. И сбоку будет выше на 5 сантиметров. И все это на шайбах гайка закреплю. Соответственно, проварены шпильки по периметру. Так. Все хорошо. Но вот эта яблоня... Так как вылет у нас стропил минимальный полметра. Но она мешает по-любому. Так что вот этот придется пожертвовать. Да и вот все ветви, они крыше мешают и здесь. Думал. Но яблочки эти вообще вкусные, сладкие, медовые. Очень жалко. Ну что ж. Придется чем-то жертвовать. Сейчас я буду сюда или на траву куда-нибудь. Я его сейчас буду дальше убирать. Вон туда, если можно, туда, на траву. Ножовку ложи. Тяжелая, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Итак, всем привет, дорогие друзья. Мы как раз возбудим крышу здесь на нашей беседке. Вот рождается как раз стропила. И пользуясь случаем, хотел бы дать вам простых пару советов, как рассчитать и смонтировать стропильную систему. Это довольно несложно. Итак, совет номер один. В нашем случае вальмовая четырехскатная кровля. Здание у нас имеет прямоугольную форму. Так 4,80, так 6 метров. Для того, чтобы, важно, крыша сходилась, все углы, карнизы четко сходились, и вальма выходила под 45 градусов на каждом углу. И все были сведены карнизы, и подшивка, все было ровненько. Для этого нужно рассчитать центральный конек. Это делается просто. Значит, 4,80 у вас размер. С одной стороны 6, с другой. Разница метр двадцать. Вот такой будет у вас конек. Метр двадцать, и от него уже падать лучи вальмы на углы. И все карнизы сойдутся, и вальма будет под 45 градусов. Это совет номер один. Совет номер два по монтажу. Значит, конек нам известен метр двадцать. Высоту я задал ребятам от края стен метр пятьдесят в верхнюю точку. Значит, поэтому нам нужно соорудить временные подпорки. Вот, да, для этого нужно найти диагональ, центр метр двадцать. И в уровень такой буквы П приподнять на нужную высоту. Вот. И от нее уже стропила мы бросаем на маурлат. Все закрепливаем, вальмы делаем и так далее. В принципе, после того, как мы все раскрепляем, значит, ригелями и так далее, мы временные подпорки убираем. Вуаля, кровля готова. Вот такой простой совет. Пусть чем делать эту кровлю, я ее, можно сказать, спроектировал на коленке. Каким образом? Я нарисовал, значит, шесть на четыре восемьдесят. И, значит, задал определенную высоту, которую мне нужно. Угол кровли задал. Значит, и в масштабе это нужно делать на листе бумаги. К примеру, привязать масштаб один сантиметр один метр. Это будет, вы прикинете высоту. Вот. Увидите наклон кровли будущий. Вот. И уже на основании этого отрегулируете на бумаге визуально, какую форму вам нужно. Так я и сказал сейчас строителям метр пятьдесят. Это верхняя точка. Им сказал размер конька. В принципе, вот. И все выходит, как на бумаге. То, что вы запланировали, то и будет. А не то, что, знаете, получается кровля. Вот здесь надо было ее пониже, там повыше. Вот. По сути, кровля уже готова. Все уже скаты определены. Такой угол будет. Вот вальма. Видите, это как раз будет скат. Это в одной плоскости, здесь скат в другой. Вальма, как бы, это угол, конек. И надо выводить один угол вальмы на этот скат. А этот угол на этот скат, тогда конек сойдется. То есть, не конек, а обрешетка на этой вальме. Будет ровно. Здесь запилы. Все четко. Здесь пока только наживлено. Вот. По сути, сейчас идет монтаж. Потом это все будет раскрепляться. Вот. Запилы каждой стропилины. Вот. Я не стал покупать брус. У меня доски осталось много с опалубки. Я ее отстрогал, покрасил и спарил. Значит. Вот. Здесь теперь она стоит. Будет четко. Сегодня выходной, воскресенье. Я немножко решил потрудиться на нашей беседке. С печным комплексом. Вот сейчас уже ребята заканчивают. Надеюсь, не хочу сглазить. Сегодня закончен. Потому что завтра уже будет печник. Чтобы они жопами не толкались. Здесь надо им стропиловку закончить. Чтобы снизу уже никого не было. Вот. И я даже им сегодня помогаю. Вот. Вчера я выбирал шаблоны. Резал. Значит. С помощью лобзика. Видите. Немножко так творил. На моем инстаграм канале. Кстати. Кто не знает. Подписывайтесь. Там тоже много очень интересного. Одноименный канал. Тоже кровь монтаж. Я выкладывал. Там подписчики голосовали. Вот. Проголосовали за такой вариант. Собственно. Я сейчас ребятам и помогаю. Вот. Уже появились. Это я уже шпарю сейчас. Вырезаю лобзиком. Так. Все надо окрасить улегана. Ну да. Надо подкрашивать. Конечно. Так. Опа. Здесь имитация бруса. Мы будем подшивать кровлю. Она будет являться основанием. И для кровли. И так сказать. Отделкой уже. Внутреннее помещение. Покрыл я грунтовкой. Один раз. Базы. Вокруг. И с лицевой стороны. Два раза. Бесцветным. Лаком. Вот. Супер глазурь. Сейчас покажу. Как мы ее отделаем. И вот ребята делают здесь имитации бруса. И уже покрывают стропильную систему. Переворачиваю лицевой стороной вовнутрь. И потом еще будет подкладочный ковер. И фальцевая кровля. Вот. Вот так вот. Это все выглядит. Это уже в принципе готовая часть отделка. Сергей Иванович, здравствуй. Здравствуйте. Всем привет. Что дела движутся? Да. Вот и мангальный комплекс делаем. Это будет хлебная печь. Это будет мангал. Там будет печь под казан. А ты это все будешь делать? Сюда залазить? Туда залезу и буду делать. Так это же неудобно. Это можно открыть? Можно дверца здесь. А стекла нет? Стекло убирает во время монтажа. Потом поставишь, да? Да. Это нежавейка. Туннель называется. Там идет.